Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема. Тема называется «Триумфальное возвращение Тикурила Винха». Чем знаменит этот кроющий антисептик, как и чем правильно его наносить, вы узнаете, досмотрев до конца этот ролик. История бренда Тикурила уходит в далекое прошлое. В 1919 году небольшая маслобойня превратилась в такой же небольшой завод по производству краски и лака. В 1953 году произошло знаменательное событие. Краска «Джокер», укрывная краска Тикурила, попала на прилавки магазинов. Что же было в этом знаменательного? А то, что это была первая краска, у которой был знак качества абсолютно экологичная краска. Это был прорыв в индустрии лакокрасочных покрытий. В последующие десятилетия Тикурила вышла на рынки многих стран, сильно потеснив конкурентов, которых она превосходила. Семидесятые годы внесли новые изменения в лучшую сторону в бренде Тикурила. Теперь клиент мог выбрать колеровку на точках продаж, а не покупать готовую колерованную краску с завода. То есть можно было купить базу и там же на точке продаж ее заколеровать. Это опять же был новый прорыв в мире лакокрасочных покрытий. Девяностые годы компания Тикурила зашла на российский рынок. Я думаю, многие помнят рекламу Тикурила. То есть мы все слышали о ней по телевизору, об этой краске. И тогда же появилась Тикурила Винха, которая с тех пор на российском рынке реально занимала лидирующие позиции. То есть кроющим антисептиком Винха покрашено множество домов в России. И все люди, кто правильно покрасил в системе, остались реально довольны результатом, потому что это очень классный продукт. В наше время Тикурила имеет собственный концерн в городе Санкт-Петербург, где есть три площадки, которые производят три известных бренда. Это Тикурила, Финкалор и всем известная Текс. После того, как в начале специальной военной операции Тикурила объявила о уходе из России, на какое-то время завод приостановил свою деятельность, и Тикурила Винха практически исчезла с прилавков магазинов. Это была боль для нас и для наших заказчиков. То есть в прошлом году, летом, мы получали колоссальное количество запросов с просьбой покрасить их дом именно Тикурила Винха. И, к сожалению, предложить какой-то реальный, хороший аналог кроющему антисептику. Не было водному кроющему антисептику. Были кроющие масла тоже неплохие, чем мы, в принципе, и пользовались весь прошлый год. Но недавно мы посетили выставку Мосбилд. И на Мосбилд были представители Тикурила, которые объявили о том, что Винха вернулась на рынок, что завод в Санкт-Петербурге начал снова производить вот эту замечательную краску. Производитель заявляет, что Тикурила Винха защищает древесину до 20 лет. В реальности мы видели в Санкт-Петербурге, и на сегодняшний день в Паргалово на выставке домов этот брусовой дом стоит. Вы его сейчас можете увидеть на своем экране. Этому дому на сегодняшний день 15 лет он стоит под Тикурилой Винха. На самом деле, сохранился он очень даже хорошо. Что важно отметить? Вот этот продукт можно использовать везде, кроме горизонтальных поверхностей. То есть террасу вы им не покрасите, перила и другие горизонтальные поверхности им красить нельзя. Но фасады любые, бревенчатый дом, брусовой дом, каркасный дом, можно спокойно красить именно вот этой краской. Что интересно? Это, несмотря на то, что это кроющий продукт, он не имеет пленки. То есть, когда древесина начинает жить своей жизнью, то есть набирать влагу, отдавать влагу, менять свою геометрию, эта краска наподобие масла, она живет вместе с деревом, ходит вместе с деревом и не трескается, не шелушится. Обновить ее можно спокойно, без перешлифовки. Некоторые наши зрители мне возразят и скажут, у меня Тикурила Винха отшелушилась, у меня простояла Тикурила Винха всего 5 лет и другие комментарии, которые могут оставить. И на самом деле, действительно, у нас были фасады, куда нас приглашали, они были покрашены Тикурилой Винха и, допустим, прошло там 4-5-6 лет и Тикурила начинала шелушиться. Когда мы приезжали на объект, когда мы начинали проводить аудит, мы всегда видели такие вещи, что, например, не была произведена шлифовка, и антисептик простоял 5 лет. 5 лет без шлифовки, то есть реально такие фасады мы видели. Либо нанесен один слой, либо нанесен слишком жирный слой. То есть несоблюдение технологии всегда приводило к тому, что эта краска или любая другая краска не простоит заявленный срок службы. Технология нанесения кроющего антисептика Тикурила Винха. Первое. Поверхность должна быть отшлифована. Если есть старая краска, то сначала берем болгарку и снимаем 80-м зерном старое покрытие. Выравниваем поверхность с помощью 100-го, либо 120-го зерна, чтобы не было рисок и чтобы не было каких-то неровностей. Затем обязательно наносим грунт. Грунт называется валтипраймер. Если на поверхности ранее не было краски, это новый дом, то мы просто шлифуем 100-м, 120-м зерном и опять же обязательно грунтуем поверхность. После грунта мы берем Тикурила Винха. Грунт высыхает. Кстати, грунт сохнет довольно-таки долго. Часов в 12 ему надо, чтобы хорошо высохнуть. Затем берем Тикурила Винха и наносим первый слой. После этого снимаем ворс, то есть берем абразивный брусок зернистостью 150 и убираем ворсинки, поднявшиеся после нанесения водного продукта. Они поднимаются после любого водного продукта. И далее наносим второй слой. Наносить можно кистью, можно краскопультом безвоздушного распыления. Мы красили безвоздушным распылением не раз дома. Прекрасно подходит под этот продукт. Дома до сих пор стоят. И также можно нанести обычным воздушным распылением. Хотя это довольно-таки долгий процесс. Сейчас мы вам покажем весь процесс. От колеровки, шлифовки, грунтования до нанесения финишного слоя и получения вот таких вот красивых крашеных досочек. Колеровка может производиться как по каталогу Текнос, так и по каталогу Тикурила Аватин. Аватин колируется в любые цвета, в том числе в стандартные РАЛ и НЦС. Для колеровки продукта подходит короб на 16 паст. Выбираем обязательно базу. То есть у нас у Тикурила Винха есть две базы. На самом деле мы это делаем для красивого кадра. Чтобы хорошо размешать пигмент, необходим специальный миксер. Обязательно, чтобы миксер был вот такого типа. Это может быть ручной электрический миксер, которым нужно тщательно размешать краску. Запомните этот цвет. Номер 8017 по каталогу РАЛ, который идеально подходит под темно-коричневые кровли, террасы, окна и так далее. Когда древесина ранее не покрашенная, шлифовать ее можно всего в один проход зерном 120 либо 100. Вот сейчас мы отшлифуем эту досочку для того, чтобы загрунтовать. Шлифовка нужна обязательно. Для чего она помогает лакокрасочному покрытию глубже впитаться в верхние слои древесины, обеспечив максимальную адгезию сцепления краски с поверхностью. После шлифовки доску обязательно надо обеспылить. На объекте мы это делаем компрессором, а в цехе при изготовлении образцов можно пройтись просто ветошью. Обеспыливать нужно для того, чтобы частички древесины не попадали под краску. И если они туда попадут, то будут видны на поверхности в виде таких небольших закрашенных комочков. Именно грунт Валти Праймер позволяет использовать краску на улице, так как в принципе текурилу винха можно использовать и внутри дома. Именно грунт Валти Праймер защищает древесину от жучков, плесени и других биологических поражений. Этот грунт в своей основе имеет масло и поэтому довольно-таки долго сохнет. Сушка его не менее 12 часов. Важно знать, что если пренебречь грунтом, то срок службы продукта сократится минимум в два раза. Поэтому лучше заплатить сегодня немного за грунт, чем в будущем перекрасить весь фасад. Сейчас мы наносим первый слой краски, после которого обязательно нужна промежуточная шлифовка. А затем будет финишный слой. Важно отметить, что нанесение краски винха, кроющего антисептика винха, должно быть наподобие масла. Эту краску нужно растягивать. Ее нельзя наносить как классическую кровную краску слоем. То есть, вот сейчас Артем покажет, он окунает кисть примерно на 5-6 мм и растягивает аккуратно кроющий антисептик по поверхности. Некоторым неопытным малярам антисептик винха может показаться довольно-таки густым. И его можно разбавить на 5-10% водой. Тогда он станет более жидким и будет проще наноситься. Но опытные маляры хорошо работают с продуктом, который идет от производителя без всякого разбавления водой. Винха очень быстро сохнет. То есть, на отлип вы почувствуете, что уже через 10-15 минут доска будет сухая. Но для полимеризации нужно примерно 2 часа. Посмотрите, даже в один слой продукт выглядит очень хорошо. Но это не должно вас приличать, что можно на этом сэкономить и нанести всего лишь в один слой. Помните, что сокращение расхода продукта в 2 раза, срок службы сокращается также в 2 раза. Промежуточная шлифовка производится с целью снятия ворса, чтобы тактильно было гладко и чтобы ворсинки нигде не торчали, пигмент не скатывался и не образовывались пятна. А производится вот таким вот абразивным брусочком 150-й зернистости. Всегда после шлифовки производим обеспыливание. Финишный этап. Наносим последний, второй слой краски. В чем интересная особенность Курила Винха? В том, что полностью текстуру древесины, как классическая укрытная краска, она не закрывает, а оставляет видимым текстуру слегка, вот прям чуть-чуть в светлых оттенках. Это еще более явно видно. Винха можно красить не только кистью, но и краскопультом. Важно соблюдать один нюанс. Нанесение должно быть тонким слоем, либо наносим краскопультом и втираем кистью. Это очень важный момент для того, чтобы не образовывалась толстая пленка и впоследствии продукт не шелушился. Не забываем о том, что при нанесении краскопультом не должна создаваться толстая пленка. Кроющий антисептик это не классическая укрытная краска и работать с ним нужно умеючи. При работе с аппаратом безвоздушного распыления, с краскопультом, который работает под высоким давлением, принцип работы будет точно такой же. Слой должен быть достаточно тонкий. После краскопульта, так же как и после кисти, нужна промежуточная шлифовка. Теперь второй слой. В левой руке у Артема Тикурила Винха нанесена на сосну краскопультом, а в правой руке нанесена на такую же сосну кистью. Разница здесь конечно видна, то есть текстуры больше там, где нанесено краскопультом. Но еще раз повторюсь, краскопультом Винху нужно наносить максимально тонким слоем, который только-только перекрывает древесину. Уважаемые зрители, если хотите, чтобы ваш дом простоял долгие-долгие годы и был при этом очень-очень красивым, выбирайте качественные продукты и качественную покраску, качественные работы. Продуктом Тикурила Винха мы можем покрасить готовые доски, например, вагонку, имитацию бруса, планкен у нас в цехе. Так же мы можем выполнить работы на вашем объекте, приехать и покрасить ваш дом. Продуктор Тикурил Скоро